клево всем друзья я сегодня на кубани с маховой удочкой с поплавочной интересное место я тут недавно ловил карася хорошо ловился на фидер и вот сегодня решил с маховой удочкой половить посмотреть что получится надеюсь что-то поймаю здесь место очень интересная прижимная яма но постоянно крутит течение то в одну сторону то другую течение слабая поэтому 4 граммового поплавка более чем достаточно глубина примерно уровень 4 метров я уже замешал прикормку сейчас буду закармливать и заодно все буду рассказывать поехали друзья ну что друзья глубину я уже отбил на течение я всегда ловлю удочкой в проводку исключительно в проводку на мой взгляд ловить заякоренным поплавком на течение это очень неправильно монтаж у меня разнесенный с подпаском эти монтажи делаю сам можно перейти по ссылке посмотреть как я это делаю очень слегка этот монтаж подходит для любых условиях ловли течение ветер стоячий водоем все отличается только весом и за подъемностью поплавка все как ищется глубина при ловле на течение в проводку все груза друзья все груза сдвигаются к подпаску и постепенно добавляя уменьшаю глубину до тех пор нахожу чтобы поплавок стоял заикаренный и потихоньку убираю глубину до тех пор пока он не поплавок не начнет нести можно сделать чтобы он за что-то за дно груза цеплялись можно наоборот приподнять груза сантиметров на 5 на дном чтобы ничего не цеплялось по легко проносил поводок я ставлю 30 сантиметров в итоге поплавок у меня находится на дне но рыбалка на течение она ловится на притормаживание когда вы притормаживаете поплавок крючок обгоняет оснастку взлетает вверх в этот момент происходит поклевка у вас получается снасть остановилась крючок взлетел и стоит на месте вы придерживаете и в этот момент происходит поклевка после того как дно нашли все груза поднимаю сантиметров на 40 выше оставляю один подпасок и сантиметров на 15 10 еще один подпасок 2 1 подпасок при сильном притормаживании все но может приподняться выше второе же окончательно тормознет выше этого подпаска поводок не взлетит кормлю я шарами сразу большим объемом прикормки причем шары закидываю примерно пол метра ближе место проводки вместо того где будет стоять поплавок глубина большая при этом прикормку наделать максимально тяжелую и неплохо еще руки смачивать чтоб сверху дополнительно шары были вот шарик чтоб он сверху был еще более мокрый и закармливаем точку волнечника в идеале это все нужно делать еще и с грунтом чтобы шар был более тяжелый быстрее доходил до дна но у у меня грунта нету у меня рыбалки стало всего несколько часов и поэтому вот такой шарик руки намочил смотрите и он сверху стал более мокрый в итоге лежать и растворяться он будет дольше я не буду оставлять прикормку на втором закорма здесь у меня всего одна пачка пару часов рыбалки мне более чем достаточно кидаю я напротив себя здесь я уже рассказывал обратка и причем крутит туда-сюда и тянет очень-очень слабо практически не тянет то в одну сторону потянет то в другую тупо полу вообще будет стоять и поэтому куда-то кидать выше течение ниже не надо туда не поймешь где это течение в какую сторону все последний шарик сделал все закон готов в принципе ловить можно сразу уклейка чихонь плотва густера подойдут сразу карась если сюда подойдет то попозже минут через 30-40 что два красных начинаю с двух красных опарышей погнали простая но очень ловистая рыбалка сидишь кайфуешь ловишь рыбу вот часть течения тянет влево практически не тянет еле-еле потянула притормаживаю отпустил притормаживаю если течение слева направо заброс чуть чуть выше по течению если в другую сторону заброс другую сторону чуть выше по течению чтобы примера над местом прикормки проходила насадка оп 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 кто это тут у нас плотва среди за замечательная офигительная плотвичка шикарная плотва она фидер она не клюет почему-то тяга пошла в другую сторону фокус-мокус сюда кто это плотва ты знать карась подойдет или нет очень интересно ну клейка ст après кап Brazil ты прекрасен ты лик ты Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Прикормка тяжелая. Для плотвы нужно, чтобы постоянно пылило. Если бы пылило, может быть, плотва бы. Мелкая чихонька была бы. Мне интереснее карась. Карась, еще раз карась. Ни густеры толком нету. Хотя в это время обычно просто немерено здесь. Но весна поздняя. Воды очень много. Все это сказалось на ее место обитания. То в одну стол он тянет, то в другую, то стоит на месте. И такой разницы нету по клеву. Говоря, клевого нет ни в одной из ситуаций. Да, течение здесь совершенно разное. Поплывок остановился. Опять остановился. Тяги вообще нету. И там, там, дальше видно, что нормальное течение. Все тянет, как обычно. Здесь на обратке то останавливается, то вообще летит поплывок. То ни с того ни сего начинает в обратку плыть. цирк фокус-мокус. Возможно, поэтому рыба здесь, возле берега, как-то не очень. Отпугивает и эти все движения в разные стороны. Поэтому он стоит подальше от берега. Ну что, друзья, помахал я чуть-чуть удочкой два часика. Улов невелик. Несколько карасиков, густерки, плотва, чихоньки. Все-таки полтора рыбок. В принципе, все слабенько. Здесь постоянно течение то в одну сторону, то в другую. То останавливается, то усиливается. Возможно, с этим связано, что рыбы под берегом практически нет. А дальше карась, народ ловит довольно неплохо под берегами. И тем не менее, половил, райфанул, удовольствие получил. До новых встреч, друзья!